Здравствуйте! Вы смотрите новости Бавлов. Наши корреспонденты расскажут о том, что произошло в районе за неделю. В студии Индир Сайфулина. И коротко о главном. В сферу безопасности в Бавлах обсудили состояние аварийности на дорогах. Если мы не будем давать ребенку электросамокат, он не выйдет на дорогах. Поднимают проблемы. В Бавлинском районе завершаются традиционные сходы граждан. Один автобус, он с вами идёт, да пока подъезжает, мы туда не умещаемся. Сияние талантов пенсионеры выступили на фестивале «Балкош». Каждым годом число исполнителей становится всё больше. В райсовете прошло расширенное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На встрече обсудили основные причины ДТП на дорогах района, а также обсудили меры по обеспечению безопасности дорожного движения. С начала 2024 года в районе зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, при которых погибло 6 человек. Телесные повреждения получили 8 человек. Количество ДТП со смертельным исходом возросло. Об этом в своём выступлении рассказал начальник Бавлинского отделения ГИБДД Азад Мухамедшин. Самая частая из смертельных причин аварии – выезд на встречную полосу. Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров отметил, что обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений в районе. Он отметил, что уровень безопасности на дорогах зависит от слаженной работы всех задействованных служб, а также от личной ответственности каждого. Можно золотые знаки повесить. Но если люди не соблюдают то, что должно быть, то, что, к сожалению, написано в крови, если это не видят, тогда остается только перевоспитать общество. Общество – это наше подрастающее поколение, чтобы они чтили, понимали, уважали вот эти все, так сказать, законы. Законы. И вот, как в армии говорят, устав написан в крови. Здесь вот в БДД, к сожалению, тоже написан в крови. Председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Бавлинском районе Даниил Арбакиров рассказал о проводимой в районе работе по обеспечению безопасности дорожного движения. За пять лет профинансировано мероприятие из местного бюджета на сумму 77 миллионов рублей. Ежегодно мероприятие реализуется за счет остатков дорожных фондов, но также выделяется дополнительное средство из местного бюджета. В текущем году сумма остатков дорожного фонда составила 3,2 миллиона рублей. Заместитель командира батальона ДПС Госавтоинспекции МВД Республики Татарстан Олег Кудашев, который также принял участие на встрече, отметил, что только мы своим ответственным отношением можем навести порядок на дорогах. Мы только сами сможем навести порядок. Если мы сами, каждый, увидев ребенка, остановят его, увидев этого пьяного водителя, остановят. Это все в нашем сознании, все только зависит от нас. Если мы не будем давать ребенку этот электросамокат, он не выйдет на дорогу. Если мы будем контролировать, где он катается там во дворе, то это одно, а если он уезжает на дорогу, то это уже другое. Поэтому все зависит будет от нас. Как мы сами в связке будем друг другу помогать, так и будет. По итогам заседания будут приняты меры по повышению безопасности дорожного движения в районе. Айголька Абдрафикова и Гульди Атулина была от Минязов, Бавлинское телевидение. В сельских поселениях Бавлинского района завершаются сходы граждан. Активно прошла встреча руководства и с жителями села Потапово-Тумбарла. Здесь подвели итоги года и озвучили проблемные вопросы. Подробнее далее. Численность населения Потапово-Тумбарлинского сельского поселения составляет 1239 человек. Встреча началась с выступления главы Потапово-Тумбарлинского сельского поселения Светланы Козловой. Она отметила, что в поселении хорошо работают все важные населению объекты – школы, детский сад, фапы, дома культуры, библиотека и магазины. Также она сообщила, что в прошлом году были проведены работы по благоустройству территорий сёл. Заменены уличные фонари, закуплено противопожарное оборудование. Закуплены огнетушители, гидранты, рукава, генератор на общую сумму более 200 тысяч рублей. Проводятся профилактические рейды по обследованию из проживания семей группы Риска. Для проведения с ними профилактическая работа направлена на информирование о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. За счёт программы самообложения было обновлено ограждение кладбища. В этом году эту работу планируют завершить. Светлана Козлова подчеркнула, что средства самообложения – это огромная поддержка для бюджета поселения в плане решения многих проблем местного значения. После выступления представителей управления сельского хозяйства, ветеринария, полиции, больницы и заместителя главы района Рената Хамедулина, жители могли обратиться к руководителям со своими наболевшими вопросами. Многих волнует проблема вместимости маршрутного автобуса. «Один автобус, он с вами в Киеве идёт, да пока подоезжает, мы туда не умещаемся. Мы, знаете, вот стоём вот так вот друг к другу, прилипшими, и ещё выслушиваем, чего только не выслушиваем. Да чего вы автобус не просите? Да чего вы сюда все лезете? Они сидят и ещё на нас возмущаются, а мы стоим, нам дышать нечем. Некоторым плохо в автобусе становится. Утром хотя бы вот к 7 часам, чтобы автобус приходил, чтобы мы могли приедать в волны на работу». Разъяснение жителей по вопросу графика передвижения и вместимости автобуса дал сам перевозчик. «Мы с финансовой точки зрения подошли оптимально ко всему на данный момент. Если мы сейчас закупим большое транспортное средство, которое вы хотите, либо дополнительный автобус для вас отдельно, для вашего района, для вашего поселения, мы не вытянем. Мы всё оптимизируем, мы все свои расчёты подставили именно так, чтобы наше предприятие завтра не закрылось по работам. Вы помните, у нас тоже правильно. Тот автобус, который вы просите, он стоит 7 миллионов 200 тысяч. Потапово-Тумбарлинцы также поднимали вопросы по ремонту дорог, строительству спортивной площадки, установке доски объявления, проблему ЛИС. А Игулька Абдрафикова, Игульзия Тулина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. Помогать и быть причастным на днях сотрудники редакции собрали очередную гуманитарную посылку. В этот раз наши сотрудники решили отправить в госпиталь лекарства. Сбор гуманитарной помощи участникам ИСИО не прекращается в нашем районе не на один день. Практически каждый бавлинец переживает за наших земляков и старается внести свою лепту в сборе гуманитарной посылки. Редакция «Бавлинфорум» также не оставляет это благое дело и по мере возможности старается помочь. Вот и в этот раз сотрудники мультимедийной редакции не смогли пройти мимо и собрали гуманитарную посылку в госпиталь, в котором проходят лечение участники спецоперации. Посылку положили самое необходимое, что расходуется в госпитале практически каждый день. Жаропонижающие и обезболивающие препараты, физраствор для системы капельницы и другое. На улице нет безнадзорных собак или их совсем мало, а все благодаря неравнодушным людям-волонтерам. Именно они взяли на себя всю заботу о них, но этого было мало. Волонтеры хотели создать центр передержки животных, где за собаками можно было полноценно ухаживать и лечить. И, наконец, мечта сбылась. Проект вошел в число победителей грантового конкурса компании «Татнефть». И сегодня десятки бездомных братьев наших меньших обрели временный кров. Пират, веста, кари, малыш, муха. У всех собак есть клички, и здесь о них по-настоящему заботятся. Все животные сытые и здоровые, их вольеры всегда вычищены, и у каждой собаки есть персональная будка. Именно об этом мечтали волонтеры, когда готовили проект на конкурс грантов «Татнефти». Им хотелось создать пункт временного содержания для собак. В итоге их проект вошел в число победителей, и выделенные средства гранта позволили воплотить давнюю мечту. Теперь у наших собак есть дом, у бездомных. Всех мы их прииваем, слизуем, вакцинируем, кормим каждый день. Надеемся дальше также работать, функционировать, жить. По положению конкурса, реализация проекта должна осуществляться при условии софинансирования. В данном случае помощь оказал муниципалитет. Был выделен земельный участок, солома и автомобиль. Все остальные виды работ помогла выполнить «Татнефть». Территория созданного пункта сегодня огорожена забором. Поверхность отсыпана, подведены вода и электроснабжение. Установлены 52 вольеры и возведено отдельное отапливаемое здание с видеонаблюдением. Хозблок, где есть кухня, помещение для приема после операционного наблюдения, а также вольеры-изоляторы для спинальников. Под опекой волонтеров находятся около 70 собак. Все они имеют ветвы спорта. Ежегодно ветеринары бесплатно стерилизуют и прививают их от бешенства. Также за всеми животными установлен тщательный уход. Вот подоспело время обеда. Собакам привезли мясную кашу. По словам волонтеров, в день нужно варить 100 литров еды. У нас входит не только что мы кормим, мы еще убираем в будках, докладываем солому, потому что холодно. И иногда и лед, снег долбим. Это все в вольерах мы делаем. Мы кормим кашей, каша мясная, либо трахеи, либо легкие. В центр временного содержания любят приходить гости. Часто к четвероногим приезжают воспитанники детских садов, школьники со своими педагогами и родителями. Это не первая экскурсия в центр передержки животных, который организовывают учителя для школьников. Дети приезжают сюда с удовольствием. На самом деле приют это такое место, не описать словами, потому что очень много добрых собак. И на самом деле большая благодарность людям, которые за ними все ухаживают, людям, которые помогают этим собакам. И, наверное, охота созвать всех, чтобы помогать приюту дальше. У меня сложились очень хорошие впечатления об этом месте. Я раньше не знала, что здесь так много собак. И они все очень красивые и милые. Если бы у меня была возможность, я бы забрала одну из них. Тут не то чтобы просто какие-то дворняжки, какие-то некрасивые, как многие думают. Здесь очень много красивых собак, они все такие добрые. А у кого есть возможность, с удовольствием забирают четвероногого друга. Ведь собаки способны подарить человеку настоящую любовь и преданность. Если кто-то хочет забрать питомца, если кому-то нужен друг, пожалуйста, всегда приходите. У нас двери всегда открытые. За время существования центра более 300 стерилизованных и привитых собак и кошек обрели новый дом новых хозяев. А Игулька Дравькова была от меняцев. Бавлинское телевидение. В Доме культуры имени Мусы Джалиле прошел отборочный тур 8-го республиканского фестиваля «Сияние балкыш» самодеятельных исполнителей среди ветеранов Бавлинского района. В этом году мероприятие посвящается 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В творческом фестивале приняли участие более 150 человек. Каждый самодеятельный артист или коллектив, выходящий на сцену, неповторим. Поэтому жюри было непросто выбрать самых лучших из почти 40 творческих номеров. Сегодня проходит районный фестиваль среди исполнителей ветеранов, который проходит ежегодно в рамках республиканского фестиваля «Сияние балкыш». Отрадно отметить, что с каждым годом число исполнителей становится все больше, и их исполнительское мастерство с каждым годом растет. Фестиваль, призванный способствовать выявлению самобытных исполнителей, передача традиций, популяризация народного творчества, объединил самых активных и талантливых пенсионеров и ветеранов района. Они продемонстрировали свои творческие способности. Мы к этому мероприятию готовились около месяца. Девочки у нас с удовольствием ходят репетировать. Это для нас престиж, чтобы мы дальше могли подняться повыше. Каждый год принимаем участие. Раньше мы, конечно, солидные много принимали, а два года подряд уже фольклорный коллектив. Мы из села Татарская Тумбарла. Каждый год участвуем в этом фестивале. Были и победы, бывает просто участвуем. Но не унываем, играем. Сегодня мы исполняем мелодии на татарские народные песни. В деревне принимаю участие во всех концертах. Пою с трёх лет. Я в школе помогала учителю обучать музыке других учеников. Если здоровье позволит, планирую и дальше выступать на концертах. Это мероприятие хорошо организовано. Здесь мы не чувствуем своего возраста. На прошлых фестивалях я выступала и на галоконцертах. У меня много дипломов. Бавлинский образцовый народный хор ветеранов был организован в 1987 году. Его создателем и бессменным руководителем до 2021 года являлась Любовь Лазарева. В настоящее время хором руководит Ахавни Авсипян. На фестиваль они подготовили несколько номеров. Сегодня мы выступили в количестве 20 человек. Но в составе нас 28 человек. Некоторые болеют, кто-то в отъезде. Поэтому по факту осталось на сегодня 20 человек. Но остальные подтянутся, потому что ребята, ребят уж мы так условно называем, дамы, господа, они все время находятся в настроении. Когда приходят на хор, им очень нравится это дело. Ежегодно мы участвуем в конкурсе «Поухэшер». Просто потому, что им весело. Какое-то соревнование, то соревнование создается. И получается, что труды поставляются на показ. В отборочном туре жюри выбрало 9 лучших номеров, которые соответствовали положению конкурса. Победители районного этапа фестиваля поедут на зональный этап, который пройдет в Альвитевске 3 апреля. Индера Сайфулина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. Показали свои таланты. Муниципальный этап детского республиканского конкурса «Безбереге» собрал на одной сцене творческих школьников. Зажигательные танцы, народные песни, яркие костюмы, подарили зрителям и самим исполнителям массу положительных эмоций. Открыл фестиваль семейный дуэт Гимаевых из села Татарская Тумбарла. Они единственные заявились к участию в номинации «Творческая семья». Мы сегодня исполнили песню про любовь матери и ребенка. В таком большом фестивале с дочкой Эмили участвуем впервые. Подобные мероприятия очень нужны, потому что дети знакомятся с культурой народов, которые проживают в нашем районе. Организаторы фестиваля нацелены выявлять, развивать и поддерживать детскую одаренность в области народного творчества. Также дети приобщаются к ценностям этнокультурного наследия. Участники представляют свои номера по направлениям номинации. То есть у нас очень много, наибольшее даже количество заявок по хореографии. У каждой школы есть свой неповторимый народный номер, поскольку наш Бавлинский район также славится многообразием народов, проживающих на нашей территории. И мы как раз таки будем иметь возможность более близко ознакомиться с народами, проживающими в нашем районе. Школьники выступили в четырех номинациях – народный вокал, хореографическое искусство, народный вокал соло, творческая семья. Три недели мы готовились, после уроков оставались, песню выбирали, танец сделали, костюмы тоже сами вот искали. Думаю, что наш номер будет очень красивый, думаю, что у нас получится очень синхронно, думаю, что мы займем первое место. Каждый номер оценивал жюри. Победители фестиваля будут защищать честь района на зональном этапе. В школе номер один состоялась военно-спортивная игра «Зарница». В силе, ловкости и быстроте соревновались ученики четвертых-восьмых классов. Их поддерживали классные руководители и родители. «Зарница» – это не просто соревнование на призы, а куда важнее знания и навыки, которые ребята получают во время игры. Участники мероприятий соревновались в четыре этапа. Первым заданием было ориентирование на местности по карте. Участники на лыжах прошли путь в поиски знамени. Победителем становится тот, кто первым ее обнаружит. Следующее испытание – спортивная эстафета. Здесь команда участвовала на гонках в тюбингах, передавали эстафетную палочку и играли в хоккей. «Мне очень понравилось». «Что вы сегодня делали?» «Мы играли, катались на плюшках». Пока ребята нагуливали аппетит, родители готовили еду на свежем воздухе. Это этап – лучшая полевая кухня. Каждый класс старался приготовить что-то вкусное – плов, шурпу и другие блюда. «Такой прекрасный день. Ощущения вообще ништяковские, можно сказать. Спасибо организаторам нашей первой школе, что организовали такое мероприятие. Мы сами вспомнили свое детство, когда мы играли в «Зорнице» тоже так же. А сегодня наши дети тоже, как говорится, бьются, играют. Кто-то хочет победить. Все, конечно, хотят победить, но победит сильнейший. «Ежегодно у нас проходит мероприятие «Зорница». Мы с удовольствием принимаем участие. Огромная благодарность родителям. С удовольствием пришли, участвуют. Столы накрыли такие красивые. Спасибо большое. И дети молодцы. С удовольствием приходят и с удовольствием участвуют». Презультатом всех этапов игры организаторы решили, что проигравших сегодня не будет. В итоге победила дружба. Айгулька Даржикова, Яна Махмутова, Айгулья Диатулина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение. 8 марта уже совсем близко. Какой подарок на самом деле хотят девушки и женщины? Придется ли раскошелиться мужчинам как следует? Редакция «Бавлинфорум» решила провести небольшой опрос. На 8 марта, наверное, от любимого мужа букет цветов. А от знакомых просто пожелания здоровья, успехов и долгих лет жизни. Я не могу сказать, что уж нам сейчас здоровья, больше ничего не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д��цom Добро Д pixта Диско Диско Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Передвижной пункт голосования Твой бюллетень сохранят Ящики-то опечатаны А бюллетени из них будут храниться Все в пакетах до завершения голосования А еще на участке будут наблюдатели Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok